В Киеве прошел первый в Украине международный женский мотопробег The First Ukrainian Ladies Ride. Цель мероприятия, как говорят сами девушки-байкеры, показать, что в Украине есть женская мотокультура. И с каждым годом она набирает обороты. Светлана за рулем мотоцикла с 16 лет. Сначала был мопед, потом появился мотоцикл. Мотоцикл вывезли на дорогу, сказали, что передачи переключаются вот так. Никто и не рассчитывал, что я могу поехать. За более чем 10-летнюю карьеру байкерши случалось всякое. Падала, довольно много раз падала, с последствиями падала, лежала долго. Если один раз сядешь, то дальше будешь продолжать ездить, чтобы падать, не падать, чтобы в жизни не случилось. Наталья села на железного коня недавно, когда пришла на работу в киевский офис легендарных Харли и Дэвидсон. До этого я даже боялась этого транспорта. Потом научилась, понравилась. И уже точно знает, чем отличается мотоциклист от байкера. Мотоциклист, вообще в принципе, байк для него это просто средство передвижения. Добраться от пункта А до пункта Б. Байкер человек, который не важно куда ехать, он просто едет и получает удовольствие. За два года 11 тысяч километров. Недавно вернулась из очередного путешествия. В Киеве села на байк вдвоем с моим другом. И мы проехали по Балканам 4-300 километров. Серпантины, горы, море, все. Снег, дождь, плюс 6. На первый слет в столицу Украины прибыло около сотни представительниц мотокультуры. Кроме украинок есть участницы из Молдовы и Беларуси. Но организаторы уверены, с каждым годом количество девушек на байках будет расти. Есть стереотипы определенные, что байкеры, брутальные, мужчины и так далее. На самом деле это отличное времяпровождение, море фана, море удовольствия, общения с друзьями. Вот наша цель объединить, показать, что мото-движение женское даже в Украине существует. И оно будет развиваться дальше, я уверен в этом. Девушки прокатились по центральным улицам Киева. Татьяна Турцевич возглавила колонну байкерш. К вниманию она привыкла, за рулем намотала сотни километров по европейским дорогам. Говорит, там украинская байкерша сразу вызывает интерес. У них это более привычно, наверное, я так считаю, что леди за рулем мотоцикла более для них прилично. Но мы вызываем интерес с точки зрения, никому не секрет, что украинские девушки одни из красивейших девушек. Я не открою ни для кого Америку. И поэтому то, как подает себя девушка, едущая на мотоцикле в Европе, в той же, наша девушка, она выгодна, принципиально выгодна. Международный день женской езды традиционно отмечают в мае. Кроме того, в этом месяце в Украине открывается байкерский сезон. Организаторы уверены, в следующем году на международном женском мотопробеге количество участниц заметно увеличится.